Новое время диктует новые правила поведения, которые родители должны донести до своих детей. В первую очередь это касается безопасного пребывания ребенка в сети интернет. Согласно печальной статистике во всемирной паутине, ребенок может как стать жертвой киберпреступления, так и сам совершить противоправное деяние, особенно если его пребывание в интернете не контролируется взрослыми. Этой теме был посвящен круглый стол с участием представителей правоохранительных органов, сферы цифровой безопасности и психологов. Анализ уголовных дел подсказывает нам и говорит о том, что родители зачастую не досматривают, чем занимаются дети, какие установлены у них приложения, их мобильных телефонов. Например, 10 лет уже заводят себе аккаунты на сайтах знакомств, где легко обмануть программу, поставив свой возраст. 18 лет есть, допуск есть к сайту. Особое внимание специалисты требуют уделять группам и сайтам, которые посещают ребенок, а также сообщениям от незнакомых людей. Противостоять психологическому давлению и сопротивляться манипуляциям злоумышленников не всегда способен даже взрослый, не говоря о ребенке или подростке. Чтобы обезопасить детей, необходимо в первую очередь следовать простым правилам. Всем гражданам важно быть бдительными, не верить звонкам и сообщениям, в особенности от незнакомцев, не выполнять их требования. Здесь первая практическая рекомендация в обязательном порядке, на мой взгляд, на интернет-мессенджерах ребенка ограничить доступ посторонних звонков и сообщений. То есть это легко делается в настройках мессенджера. В том числе, как рекомендация, как коллеги отмечали, это закрыть интернет-страницу, потому что зачастую злоумышленники и кураторы, прежде чем написать потенциальной жертве подростку, ребенку, изучают, так называемое, составляют социально-психологический портрет. Большое значение имеет также поддержание доверительных отношений с ребенком, внимание к его повседневным заботам, поведению и настроению. Резкая смена имиджа, увлечений или стиля общения – это тревожный звонок. Формирование базового доверия к миру когда формируется? С момента рождения. Ребенок доверяет родителям, и постепенно это доходит. И если ребенок доверяет родителям, то в подростковом возрасте у каждого родителя есть вход в онкаут ребенка, он видит, и в группу он вхож. А когда все зашифровано, мы потом похватываемся, ну как же так, она же такая отличница, она хорошая девочка, она учится очень хорошо. И вдруг мы ее находим в сетях, боже мой, что там ребенок пишет. Специалисты советуют родителям как можно чаще беседовать с детьми об угрозах, с которыми они могут столкнуться в интернете. Рассказывать о правилах безопасного поведения, и в экстренном случае ребенок должен быть уверен, что сможет рассказать обо всем родителям и получить от них помощь и поддержку.